Всем привет! Вы на канале Лексагон Плюс, и мы продолжаем наш курс «Французский язык для начинающих». Сегодня у нас седьмой урок, и вот его план. Во-первых, мы продолжим отрабатывать звуки, которые мы прошли в пятом уроке. Это звуки «ю», «у», «э» и беглый звук «э». Кроме того, в фонетической части урока мы познакомимся с интонацией восклицательного предложения. В разделе «Правила чтения» мы немножко поговорим о том, когда беглый «э» произносится, и еще поговорим о чтении буквы «з». В разделе «Грамматика» чуть подробнее поговорим о спряжении глаголов и также почитаем текст. Что ж, давайте начнем. Начинаем с фонетических упражнений. В этом упражнении давайте вновь сопоставим звук «и» с его огубленной версией «ю». Произнесем следующие слоги. «Бир», «бур», «вир», «вюр», «dir», «дюр», «зир», «зюр», «жир», «jур», «кир», «кур», «нир», 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 «рир», «рюр». А в этом упражнении мы сравним произношение звуков «ю» и «у». Давайте произнесем следующие слоги. Повторяем за мной. Пусыр», «bur», «пур», «fюр», «fур», «таур», «сюр», «sour», «шур», «чур», «шур». Кюр. Кур. Мюр. Мур. Рюр. Рур. И в последнем упражнении сопоставим пару звуков Э, Э, то есть открытый звук Э и его огубленную версию Э. Давайте произнесем. Обратите внимание, что здесь знака долготы нет, потому что звук Л не является удлиняющим. Бел. 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 Вел. Вел. Дел. Дел. Зел. Зюль. Гел. Гел. Геюль. Переходим к правилам чтения Итак, наше первое правило В начале ритмической группы беглый «э» как правило произносится Например, вот эта фраза «не надевай эту куртку» произносится как «не мэ па сэт вест» Справа от фразы в транскрипции красным выделены ударные слоги Потому что здесь у нас две ритмические группы «не мэ па», «не надевай» и «сэт веста» Две ритмические группы, два ударных слога При этом беглый «э» произносится, потому что находится в начале ритмической группы Вот в таких случаях данный звук, как правило, произносится Но имейте в виду, что в быстрой разговорной речи это правило постоянно нарушается В особенности, когда ритмическая группа начинается с личного местоимения И, например, такая фраза как «je suis» – «я есть» может звучать как «shui» А фраза «je fée» – «я делаю» может звучать как «shui» Но на данном этапе нам, конечно, нужно сначала усвоить нормативное произношение На начальном уровне изучения языка не стоит слишком сильно увлекаться вот такими разговорными способами произношения Давайте прочитаем следующие примеры Обратите внимание, что вот здесь я произнес звук «э» Здесь тоже в начале ритмической группы звук «э» сохраняется Какая ты рассеянная Старайтесь произносить все эти фразы слитно, как одно слово, ведь это одна ритмическая группа Если у вас заплетается язык и вы не можете произнести это слитно, начните медленно по одному слову Но мы продолжаем и наше второе и последнее на сегодня правило чтения Глазит Буква «з» читается как звук «з» в начале и середине слов В конце слов буква «з» обычно не читается Давайте прочитаем следующие слова Переходим к чтению текста Читаем по предложениям и переводим Мадам Ля Тур не молодая Она очень рассеянная Она сидит на своем стуле рядом или за столом Она не находит или не может найти свою сумочку В первом предложении отмечаем сцепление вот здесь Здесь то же самое «эле» плюс связывание вот здесь И весь фрагмент звучит как «элетосиза» «элетосиза» Сцепление, связывание, в результате которого начинает произноситься вот эта буква «т» Кроме того, обратите внимание на звонкое произношение вот этой буквы «с» «элетосиза» Она сидит Вообще грамматически «ассиз» является причастием прошедшего времени женского рода То есть дословно это можно перевести как «она есть сидящая» Но нам на данном этапе это лучше пока запомнить как единую лексическую единицу «Она сидит» «элетосиза» Также отмечаем новую лексику «женна» «молодой» или «молодая» Это прилагательное не меняется в зависимости от рода «Дистрет» «Рассеянное» «Рассеянный» в мужском роде будет «дистре» Без вот этой «э» на конце Далее новый глагол «трувэ» в инфинитиве Здесь он стоит в третьем лице единственного числа В отрицательной форме «Не трув па» Данный глагол переводится как «находить» «Шерше» «Искать» «Трувэ» «Находить» И еще одно новое слово «тхус» «Тхус» – это маленькая сумочка Вот такого плана Это может быть косметичка, аптечка А в нашем случае это сумочка для рукоделия Теперь давайте еще раз произнесем предложение этого фрагмента Ориентируясь только на слух Без опоры на текст Я буду читать предложение, делать паузу А вы старайтесь повторять за мной, не подглядывая в текст Начинаем Продолжаем читать В первом предложении отмечаем голосовое сцепление Не делаем паузу между двумя гласными звуками Вот это слово «а» – это глагол «иметь», «avoir» В третьем лице единственного числа Мы еще вернемся к спряжению этого глагола Снова обращаем внимание на употребление определенного артикля При существительном спритяжательной конструкции Здесь слово «сестра» – «сёх» определяется вот этой притяжательной конструкцией Поэтому мы используем определенный артикль А в первом предложении обратите внимание, что данное слово употребляется с неопределенным артиклем Потому что это первое упоминание данного персонажа в нашей истории Мы говорили, что новая информация вводится в текст с помощью неопределенных артиклей Слово «сапель» мы уже встречали Переводится оно как «зовут» И используется, когда мы хотим сказать, что какого-то человека как-то зовут В данном предложении мы говорим, что сестру мадам Лятур зовут Сюзанна Теперь, как всегда, повторим эти предложения, ориентируясь только на слух Начинаем Продолжаем чтение текста Я не нахожу или я не могу найти свою сумочку, Сюзанна Какая же ты рассеянная, Люси Слово «ля» можно перевести как «и здесь, и там» Что ты делаешь? Что это? Давайте разберем произношение этого фрагмента Обратите внимание, что в первом предложении я прочитал вот эту часть как «Je ne trouve pas» С выпадением беглого «e» Вот здесь в отрицательной частице «Je ne trouve pas» Мы обсуждали это в прошлом уроке Хотя эту фразу можно прочитать и с сохранением беглого «e» «Je ne trouve pas» «Je ne trouve pas matthus» Это тоже корректное произношение Далее у нас идет восклицательное предложение Восклицательное предложение выражает эмоции Гнев, удивление, радость и так далее И, как правило, в таких предложениях Самый высокий тон интонации приходится на первое слово А затем интонация опускается И, например, данное предложение можно прочитать как «Coe tu es distraite, Lucie» То есть я выделил интонации первое слово Повысив тон своего голоса «Coe tu es distraite, Lucie» Как-то так Не забываем также про голосовое сцепление Вот здесь «Tue» Теперь обратите внимание на интонацию В следующем предложении Сюзанна, наверное, слегка раздраженная Говорит следующее «T'a tu se la sur la table» Здесь интонации выделены два слова «la» и «table» Чтобы подчеркнуть «Да вот же твоя сумочка!» Вот здесь, на столе Также обратите внимание на написание вот этого слова «la», которое можно перевести как «здесь» или «там» Произносится оно точно так же, как определенный артикль «la» И чтобы их различить, в данном слове над буквой «a» ставится вот такой акцент Далее у нас идет фраза «sûr la table» На столе На столе Давайте попробуем вспомнить, как будет под столом Под столом будет «sûr la table» Далее в плане грамматики отмечаем глагол «faire» «делать», который здесь стоит во втором лице единственного числа «tu fait» «ты делаешь» Мы еще вернемся к спряжению этого глагола Теперь давайте повторим предложение этого фрагмента Ориентируясь только на слух Начинаем «ј утрем» «вoodе дарitos ещ Gary Федведенис» «тамтreath» « にょ tä compris Internal пока «debaratinен связи» «аatif- Luci» «itactively укралиömа» «кимinhачавра?» «кета палата модуль и физ xuaksi» «тамаголатія» «уч developments» «от clique ли лаг Tatом» «he muscleка» «не переспокietать» «noимачаврая жен» И последний фрагмент этого текста. Прочитаем, как всегда, вместе по предложениям и переведем. Je fais de la couture. Это мадам Лятур говорит. Я занимаюсь шитьем. Je fais une jupe. Я делаю или шью юбку. Une belle jupe rouge. Красивую красную юбку. Давайте еще раз вместе, чуть медленнее, отработаем произношение этого предложения. Une belle jupe rouge. Обратите внимание на удлиненный звук у в конце ритмической группы перед удлиняющим звуком ж. Rouge. Mais Lucie, но Lucie, cette jupe est ridicule. Эта юбка нелепая, смешная. Achète une jupe toute faite. Купи готовую, или дословно полностью сделанную, юбку. В плане произношения обратите внимание на слово couture. В первом слоге звук у, во втором – ü, который еще и удлиняется перед удлиняющим звуком r в конце ритмической группы. Давайте сразу поговорим и о грамматике в этом предложении. Мы снова видим глагол faire – делать, только уже в первом лице единственного числа. Je fais – я делаю. Ранее у нас был тот же глагол, который стоял во втором лице единственного числа. Tu fais – ты делаешь. Как видим, и написание, и произношение в первом и втором лице одинаково. Вообще, в этом предложении довольно сложная грамматика, которая скорее относится к уровню А2. Например, вы можете спрашивать себя, почему я шью, или я занимаюсь шитьем, будет je fais de la couture. Что такое de la? Ранее мы говорили, что предлог de означает принадлежность. И вам может быть непонятно, какую роль он играет в этом предложении. На самом деле, вот этот de la – это так называемый частичный артикль женского рода, который стоит перед абстрактным существительным couture – шитье. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, но просто имейте в виду, что часто глагол faire – делать используется с абстрактными существительными и с частичным артиклем для описания какой-то деятельности. Например, я занимаюсь спортом, будет je fais du sport, где du – это частичный артикль мужского рода. De la – женский род, du – мужской. А, например, я занимаюсь в тренажерном зале, я качаюсь, будет je fais de la musculation. На данном этапе лучше просто запомните это как идиому – je fais de la couture, я шью. А в этом предложении обратите внимание на положение прилагательных. Прилагательное belle идет перед определяемым существительным, а прилагательное rouge идет после него. Кстати, rouge может переводиться и как красное, и как красный. Оно не меняется в зависимости от рода. Подробнее о положении прилагательных мы будем говорить в восьмом уроке. Но сейчас вкратце скажу, что во французском языке есть категория прилагательных, которые, как правило, ставятся перед определяемым существительным. К таким прилагательным, в частности, относится прилагательное belle – красивая. А есть категория прилагательных, которые, как правило, ставятся после определяемого слова. К таким прилагательным относятся прилагательные, обозначающие цвет. Например, красный – rouge. Далее хочу обратить ваше внимание на два случая сцепления. Вот в этом предложении. По слогам это будет je fais. Je fais ridicule. И вот здесь аналогичная ситуация. Это звучит не очень естественно. Здесь у нас глагол аште – покупать. Глагол первой группы, который стоит в повелительном наклонении. Ашет – купи. Тут фэт – это просто фраза, которая означает готовое, уже сделанное. Далее у нас еще одно новое слово. Ridicule. Смешной в негативном смысле. То есть смехотворный. Нелепый. Это прилагательное тоже не меняет свою форму в мужском и женском роде. Теперь давайте прочитаем этот фрагмент еще раз и повторим, ориентируясь на слух. Начинаем. Je fais de la couture. Je fais une jupe. Une belle jupe rouge. Mais Lucie, cette jupe est ridicule. Теперь давайте поговорим о спряжении глаголов. Итак, во-первых, все французские глаголы делятся на три группы в зависимости от их окончания в инфинитиве и в первом лице единственного числа настоящего времени. Инфинитив или неопределенная форма глагола – это та форма глагола, в которой тот или иной глагол приводится в словаре. Так вот, у глаголов первой группы в инфинитиве окончание –эр, которое произносится со звуком –э. Этот звук мы еще не проходили, но это закрытая версия известного нам звука –э, как в слове –эр, земля. Берем этот открытый звук –э, поднимаем нижнюю челюсть так, что рот почти закрывается, и произносим звук –э. Так вот, подавляющее большинство французских глаголов имеет в инфинитиве –эр и окончание –э в первом лице единственного числа. И все эти глаголы принадлежат к первой группе спряжения. И чтобы проспрягать любой глагол первой группы, вы берете его словарную форму, то есть инфинитив, отбрасываете окончание –эр, получаете таким образом основу данного глагола, и далее к этой основе добавляете личные окончания настоящего времени. Например, для получения формы глагола первого лица единственного числа настоящего времени, мы добавляем к основе глагола непроизносимое окончание –э. Для получения формы глагола второго лица единственного числа настоящего времени, к основе глагола добавляем окончание –эс. А для получения формы глагола третьего лица, к основе глагола добавляем то же самое окончание «э». А в повелительном наклонении, во втором лице единственного числа, глаголы первой группы имеют то же окончание «э», которое добавляется к основе глагола. Теперь давайте вместе прочитаем все эти формы. Я говорю, будет «je parle». Ты говоришь, будет «tu parle». С непроизносимой «эс» на конце. Он говорит, будет «il parle». Теперь повелительное наклонение второго лица. Говори, «parle». Обратите внимание, что в изъявительном наклонении, во втором лице «tu parle» имеется непроизносимая «эс», а в повелительном наклонении, тоже во втором лице, буква «эс» отпадает. Хотя произношение во всех формах абсолютно одинаково. «Je parle», «tu parle», «il parle», «parle». И именно из-за того, что произношение глагола во всех лицах одинаково, во французском изъявительном предложении нельзя опустить личные местоимения. Так как это возможно в русском языке, например. По-русски мы можем сказать «говоришь, она в Париже?» Не обязательно говорить «ты говоришь, она в Париже», потому что форма глагола «говоришь» однозначно указывает на лицо. А по-французски «что я говорю, что ты говоришь» будет «parle», «parle». Поэтому во французском предложении личные местоимения всегда сохраняются, за исключением повелительного наклонения. И по этой же схеме спрягаются все остальные глаголы первой группы. В том числе и некоторые уже известные нам глаголы. Такие как, например, глагол «эме», «любить». Обратите внимание, что чаще всего в инфинитиве данный глагол произносится с двумя закрытыми звуками «э». Я говорил об этом звуке пару минут назад, что это закрытая версия известного нам звука «э». «Эме». Повторим вместе. «Эме». А вот уже в первом лице «я люблю» вот это сочетание букв произносится с открытым звуком «э». И мы говорим «жем», 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 «я люблю». Следующие известные нам глаголы первой группы прочитаем вместе. «Аривей», «Прибывать», «приезжать», «Аривей», «Шерше», «Искать», «Шерше», «Трувей», «Находить», «Трувей», «Адмирей», «Восхищаться», «Адмирей», «Абитей», «Жить», «Абитей». Все эти глаголы спрягаются путем добавления к их основам личных непроизносимых окончаний «э», «эс», «э», «э». Теперь давайте сделаем маленькое упражнение. Скажите по-французски «найди». Как мы рассуждаем? Мы знаем, что «находить» по-французски будет «трувей». Далее мы видим окончание первой группы «ээх». Мы должны его отбросить и добавить окончание повелительного наклонения второго лица. Таким образом, «найди» по-французски будет «труве». Еще пару примеров. Скажите по-французски «ты приезжаешь», «ты прибываешь». И правильный ответ «ты arrives» с непроизносимым окончанием «э», «эс», потому что это второе лицо «ты», «ты». Теперь скажите «я приезжаю». Правильный ответ «жарив» с непроизносимой «э» на конце. Также не забываем делать элизию звука «э» в личном местоимении «ж». Мы помним, что когда за личным местоимением «ж» идет слово, начинающееся с гласной или с «ж» немой, звук «э» и буква «э» выпадает. И мы не говорим «жарив», мы говорим «жарив». Мы не говорим «жээм», мы говорим «жэм», и мы не говорим «жэабит», мы говорим «жабит». Теперь давайте поговорим о глаголах третьей группы. Вторую группу мы пока не будем рассматривать. Так вот, у глаголов третьей группы нельзя выделить какое-то одно окончание в инфинитиве. И нельзя выделить какую-то одну общую схему спряжения. Вместо этого большинство глаголов третьей группы составляют подгруппы со своими особенностями спряжения. При этом некоторые глаголы стоят особняком и имеют уникальную схему спряжения. Посмотрим это на примере некоторых известных нам глаголов. Например, глагол «фэх» «делать» в инфинитиве имеет окончание «эхэ». Основой является вот эта часть «фэ». В первом лице к ней добавляется непроизносимое окончание «эс», во втором непроизносимое окончание «эс», а в третьем лице непроизносимое окончание «тэ». И в повелительном наклонении второго лица тоже непроизносимое окончание «эс», как и в изъявительном наклонении второго лица. Прочитаем все эти формы. Я делаю «же фэ», ты делаешь «тю фэ», он делает «иль фэ», она делает будет «эль фэ». И в повелительном наклонении «делай фэ», то есть мы видим закономерность «основа» и личное окончание единственного числа. Аналогичным образом спрягаются другие известные нам глаголы с окончанием «эхэ» в инфинитиве. Например, «дир», «сказать». Прочитаем все формы этого глагола. Глагол «лир», «читать», тоже спрягается по этой же модели. Прочитаем вместе. Глагол «рир», «смеяться», тоже имеет те же самые окончания. Прочитаем вместе. А вот глагол «пактир», «уезжать», «уходить» входит в другую подгруппу третьей группы глаголов. Во-первых, у него другое окончание в инфинитиве «и-эр». До этого у нас было окончание «эр-э». Личные окончания те же самые, но вот буква «т» в основе исчезает в формах единственного числа. Она потом появляется в формах множественного числа. Но мы пока о множественном числе не говорим. Давайте вместе прочитаем эти формы. «Je pars», «tu pars», «il pars», «pars», «мы уезжаем», будет «nous partons». И как вы слышите, буква «т» из основы, которая выпадала в формах единственного числа, снова появляется в формах множественного числа. Но это я забегаю вперед. И напоследок два крайне важных и, к сожалению, крайне неправильных глагола. «Alle», «i-ti» и «avoir», «иметь». Некоторые грамматики относят их к третьей группе, некоторые их относят к неправильным глаголам. Это не так важно. Важно знать то, как они спрягаются. Давайте прочитаем вместе формы глагола «але» в единственном числе. «Je vais», «tu va», «il va», «va». Видите, у этого глагола меняется не только окончание, но и сама основа. Прочитаем формы глагола «avoir», «je». Вот здесь открытый звук «e», «je». «Я имею». «Tua», «у тебя есть». «Ila», «у него есть». «E», «обладай», «имей». «E». Тот же самый звук, что и здесь. И наш урок подходит к концу. Надеюсь, что вы узнали что-то новое. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или просто отзывы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok